Влияет на проницаемость стенок сосудов. Мало того, что влияет на реологию крови, но в основном страдают сосуды, при том сосуды мелкого калибра. Что внешне проявляется на коже в виде эритем, петехи, пурпур, различных экзантем. Мы видим покраснение, сосудистые сеточки, небольшие кровоизлияния в виде точек. Это петехи и пурпуры. Также значительно снижается местный иммунитет кожи и это косвенно сказывается и на регенерации клеток кожи, в частности дермы и эпидермиса. Все это проявляется в виде шелушения и сухости кожи, которая если сравнивать с сезонной сухостью, которая возникает после лета, после интенсивных солнечных инсоляций или в период нехватки витаминов после зимы, эта сухость держится очень долго. И также может проявляться в виде различных аллергических реакций по типу крапивницы. То есть внешне как будто бы похоже на аллергическую реакцию, хотя на самом деле все это в совокупности влияние самого вируса на сосуды, на иммунитет кожи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok